Ягуары поразительные животные. Эти хищники способны справиться практически с любой добычей, при этом они чрезвычайно скрытны и изобретательны. Увидеть ягуара, если он того не хочет, практически невозможно. Это может подтвердить любой исследователь дикой природы. К счастью, в своей массе ягуары редко нападают на людей, предпочитая им более привычную добычу. Как вы уже догадались, сегодня поговорим о ягуарах. Поехали! Ягуары занимают третье место по величине среди всех больших кошек. Самый крупный ягуар, когда-либо попадавшийся исследователям, весил 158 килограммов. Впрочем, обычно ягуары весят меньше, в пределах 100-120 килограммов. Ягуар проживает только в странах нового света, в Южной и Центральной Америке. Название ягуар вполне возможно происходит от сходно звучащего слова из языка куарани, на котором разговаривают индейцы на территории современного Парагвая. Слово это переводится как «зверь, убивающий одним ударом». В свое время многие индейские племена поклонялись ягуарам, посчитая их за священных животных. По деревьям ягуары лазают не хуже леопардов. Ягуары, вопреки распространенному мнению, вообще не умеют рычать. Рассерженный ягуар перед атакой шипит и фыркает, а не рычит. Ягуары могут скрещиваться со львами, правда, получаемое таким образом потомство, рождается стерильным, без способности к дальнейшему воспроизведению. Окрас ягуара весьма напоминает окрас других представителей семейства кошачьих – оцелотов, гепардов и леопардов. Охотничьи угодья одного ягуара могут достигать 50 квадратных километров, а то и более. Ягуары великолепно плавают. Существует свидетельство, что они переплывали огромные расстояния – десятки километров. Узор из пятен на шкуре ягуара уникален. Двух одинаковых ягуаров в природе не существует. Ягуары иногда нападают даже на крокодилов, правда, в основном на молодняк. Взрослый крокодил слишком опасен для этого гордого представителя семейства кошачьих. Челюсти ягуара крупнее и массивнее, чем у любого другого представителя семейства кошачьих. Ягуары умеют имитировать голоса обезьян, чтобы приманить сородичей последних. В частности, исследователям доводилось наблюдать, как ягуар имитировал крики детеныша обезьяны. Взрослые обезьяны поспешили на помощь, но на их счастье вовремя заметили хищника и скрылись. Ягуары ведут исключительно ночной образ жизни, днем предпочитая спать где-нибудь в укрытии. Ягуар охотится на любую добычу – от мелких грызунов до крупных млекопитающих вроде оленей или водосвинок. Наиболее древние ископаемые останки ягуара, когда-либо найденные, пролежали в земле около двух миллионов лет. Были зафиксированы случаи нападения ягуаров даже на крупных анаконд, которые являются крупнейшими змеями на планете. В отличие от гепарда, предпочитающего атаковать жертву стремительным рывком, ягуары нападают из засады. Ягуары нападают на людей исключительно редко, в основном только в случае самозащиты. Всю жизнь ягуары проводят в одиночестве, встречаясь между собой только в период размножения. Лучшие воины индейцев майя в древности называли себя ягуарами, только им было позволено носить одеяние из шкуры этого зверя. До двухлетнего возраста доживает лишь половина детенышей ягуаров. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.